Кто будет исполнять обязанности главы города, сегодня решали депутаты Петросовета. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда перечислят неполностью, заявили в правительстве республики. Что предпочел салату, оливье и шампанскому? Наш отдел новостей. Подробности скоро. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Петрозаводские депутаты приняли решение, кому исполнять обязанности главы города до официального назначения сити-менеджера. У руля Карельской столицы оказалась Ирина Мирошник, заместитель руководителя аппарата Петросовета. По словам чиновницы, еще три дня назад она даже не подозревала о том, что ей предстоит фактически стать мэром. И пока не знает, радоваться назначению или нет. Изначально кандидатов на должность исполняющего обязанности было двое. Руководитель комитета социального развития Римма Ермоленко и руководитель комитета финансов Елена Логинова. Однако в бюллетенях появилось лишь одно имя – Ирина Мирошник, заместитель руководителя аппарата Петросовета. Во время тайного голосования депутатам не пришлось выбирать. В итоге слуги народа поддержали единственного претендента. В количестве 18 голосов исполняющего 15 городского Петросовского обрага Мирошник Ирина Юрьевна. По словам Ирины Мирошник о возможном назначении она узнала буквально за пару дней и пока что испытывает смешанные чувства. Конечно, сложно сказать, что я спокойно и легко и радостно это восприняла. Я обязана просто не подвести депутатов и вместе с депутатами правительства Республики Карелия сделать все необходимое, чтобы город Петрозаводск продолжал развиваться в привычном режиме, вернее, начал развиваться. Ирина Мирошник будет исполнять обязанности главы карельской столицы до назначения сити-менеджера. Прокурор Карелии Карен Габриэлян заявил, что его ведомство не будет давать юридическую оценку действиям депутатов Петросовета, удалившим в отставку мэра Петрозаводска Галину Ширшину. На итоговой пресс-конференции прокурор прокомментировал последние резонансные судебные дела и высказал свое мнение, почему скандальный магазин «Невский пассаж» так до сих пор и не снесен. Александр Гнетнев подробнее. Законность процедуры удаления Галины Ширшина из поста мэра Петрозаводска на данный момент не вызывает беспокойства у прокурора Карелии. Содержание официальных бумаг и процедура голосования Петросовета за отставку городского главы не смутили прокурора. Что касается самого постановления, ну там оно короткое, оно что, отражает то, что произошло, что поставили вопрос, там проголосовали и прочее. Если будет обращение в суд, это все вопросы, процедура, прочее. Меня, если честно, конечно, беспокоит больше другой вопрос, как прокурора, да. В данном случае, безусловно, эти законодательные процедуры должны идти своим чередом, но при этом город не должен остаться без власти, да. Потому что впереди зима. Не беспокоит прокурора республики затянувшийся процесс демонтажа подлежащего сносу «Невского пассажа». Карен Габриэлян предложил посмотреть на эту историю с другой стороны, по мнению прокурора. Кроме позиций жильцов дома на проспекте Александра Невского, есть точка зрения работников магазина, которым грозит безработица. «Невский пассаж» по-прежнему стоит на своем месте. Как я вам отвечу, когда начнется демонтаж? Согласно официальной статистике прокуратуры, количество преступлений, совершенных в Карелии за 11 месяцев уходящего года, возросло почти на 23%. В общей сложности в республике зарегистрировано более 14,5 тысяч преступлений. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Карелии будут перечислены не полностью. Об этом заявил министр здравоохранения Карелии Эрвант Хидишан. Связано это с дефицитом карельского бюджета. Остальные пособия, другие меры социальной поддержки будут предоставлены до конца года в полном объеме, заявили в правительстве республики. По мере поступления финансовых средств в бюджет республики Карелия, дополнительно будут подключаться еще новые финансовые подкрепления. Мы, правительство республики Карелии, стараемся выполнить все обязательства в этом году, но если будут какие-то проблемы, то небольшая часть выплат, и не по категориям, а по сумме выплат, будет выплачена в январе месяце 2016 года. Все, все получат выплаты частично. Это касается лишь только единовременной денежной выплаты. Ежемесячно в размере 700 рублей. На сегодняшний день в разных районах сумма колеблется. Это от 40 до 60 процентов от суммы выплат. Мы очень надеемся, что постараемся закончить в течение декабря оставшихся дней этого года. МЧС России исполнилось 25 лет. Сегодня карельские спасатели отметили свой профессиональный праздник торжественным собранием во Дворце творчества детей и юношества. МЧС страны четверть века. Эту дату российские спасатели отмечают 27 декабря. Карелия присоединилась к празднованию. По словам начальника главного управления карельского МЧС Сергея Шугаева, в 2015 году в республике произошло более тысячи пожаров. Из огня спасен 871 человек. 40 человек спасены в 69 происшествиях на воде. Сергей Шугаев высоко оценил работу карельских спасателей в уходящем году. Работать в этом юбилейном году плохо нам бы не позволила совесть. Поэтому личный состав главного управления принял все меры, все усилия для того, чтобы повысить показатели нашей оперативной работы. И максимально оказать помощь людям, жителям республики Карелия, гостям. В настоящее время на вооружении у карельских спасателей около 300 единиц всевозможной техники. В системе МЧС на территории Карелии трудятся 1323 человека. Ежедневно полторы сотни сотрудников Федеральной противопожарной службы и 12 сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях круглосуточно обеспечивают на территории Карелии безопасность населения и районов от всевозможных чрезвычайных ситуаций. Скоро Новый год. Время, которое хочется провести вместе с хорошими людьми. Этот год наш отдел новостей решил проводить активно и весело. Взяли с собой детей и отправились в новый развлекательный центр. Тут батут. Правильная техника прыжка. Поднимаемся вверх, поднимаются и руки. Прыжки на батутах – парадоксальный вид физической нагрузки. Мышцы работают, тело худеет, а усталости нет. 10 минут прыжков на батуте – эквивалент по затратам примерно 30 минутам бега, трусцой. Это, во-первых, отличный массаж всех внутренних органов. Это развивает вестибулярный аппарат, координацию, нагрузка на все группы мышц. Признаемся честно, не все в нашей редакции регулярно занимаются спортом. Но прыжки на батутах оказались под силу и малышам, и взрослым, и тем, кто знаком с основами акробатики, и тем, кто ведет более спокойный образ жизни. В центре тут батут – 33 сетки для прыжков, так что поместиться здесь может даже очень большая компания. Скалодром, на котором можно попробовать свои силы, и большая поролоновая яма. Она-то точно любимое место для детей. У нас есть три комнаты, где вы можете спокойно провести праздник, пригласить туда аниматоров, ростовые куклы, все что угодно. Наш тут батут – это хорошее место для времяпрепровождения с детьми и с вашими близкими людьми. Два часа на батуте пролетают незаметно. Конечно, на следующий день все почувствовали, как постановают мышцы. Но поверьте, оно того стоит. Наш отдел новостей зарядился энергией на все праздничные дни. Чего и вам желаем. Развлекательный центр Тут батут работает в новогодние каникулы без выходных. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго и до свидания. Новости на сегодняшний день.